Алия Симбинова В Восточно-Казахстанской области завершился чемпионат Азии по волейболу среди женских клубных команд. На чемпионате, приуроченной 20-летию столицы Республики Казахстан, города Астаны, триумфаторами стали тайландский «Суприм», вторыми – японки из «Нек Ред Рокетс». А бронзовые медали завоевала команда «Открытие Цзэн Су» из Китая, состоящая из очень молодых игроков. Областному центру снова удалось провести лучший чемпионат Азии среди клубных команд, организовав настоящее яркое волейбольное шоу. Которое позволит повторить волейбольный бум образца прошлого года. Ни для кого уже не секрет, что административный центр Восточно-Казахстанской области всерьёз претендует на проведение чемпионата мира среди клубных команд. И визит делегации Международной федерации волейбола на первенство Азии станет большим толчком в этом вопросе. У нас 9 стран участвуют. Соответственно, если вы знаете, в прошлом 2017 году мы впервые проводили клубный чемпионат Азии среди женских команд, боролись за путевку на клубный чемпионат мира. То за качественное проводение в 2017 году по ходательству Акима Восточно-Казахстанской области Данила Казахметова в июне прошлого года нам снова было оказано доверие провести клубный чемпионат мира 2018 года. Так же непосредственно председателем организационного комитета являлся Аким Восточно-Казахстанской области Данил Казахметов согласен по его поручениям. Соответственно, с 2017 года, с июля месяца мы уже начали плановую подготовку к данному чемпионату. Вы знаете, видите, что на сегодняшнем чемпионате у нас присутствует уже представитель и член исполнительного комитета Международной федерации волейбола СВБ, доктор Став Якубий, который непосредственно приехал с инспекцией посмотреть, готов ли город Искаминогост для проведения клубного чемпионата мира 2020-2021 годов. Что он сказал, какие его оценки? Ну, инспекция прошла хорошо, есть определенные замечания, требования, которые, вы знаете, всемирной федерации намного выше, чем Азиатской конфедерации, с которой мы справимся, выполним, пройдет конкурс, соответственно, ну и думаем, нам окажут доверие в дальнейшем. На церемонии закрытия команд победителей и участников поздравил Аким Восточно-Казахстанской области Даниил Ахметов. Азиатской области Даниил Ахметов Красочной получилась и церемония закрытия турнира, на которой были отмечены индивидуальными наградами лучшие игроки турнира. Оригинальные медали, выпущенные специально к данному чемпионату, были вручены сильнейшим коллективам. Команде «Суприм» был вручен кубок, сделанный в форме байтирека. Стоит отметить, что в прошлом году благодаря инициативе главы региона Даниила Ахметова Восточно-Казахстанской области прошел чемпионат Азии среди женских клубных команд. Для проведения грандиозного мероприятия на площадке Дворца спорта имени Бориса Александрова и в нескольких залах для тренировок провели полную модернизацию, соответствующую всем требованиям Азиатской конфедерации волейбола. В Восточном Казахстане на базе летнего лагеря состоялся слёт талантливой молодёжи. О том, что интересного происходило в этом мероприятии, узнаем в следующем сюжете. В рамках реализации программы «Рухани Жангру» с целью развития сообщества перспективных молодых людей, активно участвующих в общественной жизни, колледжей, Центр технического и профессионального образования и подготовки кадров Восточно-Казахстанской области с 12 по 19 июля 2018 года на базе летнего лагеря отдыха «Жигер» в посёлке Новая Бухтарма прошёл слёт молодёжных лидеров «Жастар» для студентов учебных заведений системы ТИПО Восточно-Казахстанской области. С целью стимулирования предпринимательских инициатив, формирования конкурентных преимуществ личности и повышения популяризации предпринимательской деятельности студентов технического и профессионального образования в Восточном Казахстане прошёл областной конкурс бизнес-проектов «Стартап ШГС». В рамках этого мероприятия, то есть слёта, у нас проводится финал стартап-конкурсов среди студентов Восточно-Казахстанской области, а также сегодня состоится мероприятие «Встреча с успешными людьми в формате без галстука». На данный момент нами проводится, сейчас будет проведён финал стартап-конкурсов. Сегодня этот конкурс состоял из двух этапов. Первый этап отобрали мы финалистов. Пять финалистов в сегодняшний день будут защищаться те, кто здесь находится. Сегодня четыре финалиста здесь находятся, они будут защищать свои работы. По итогам конкурса будем награждать детей ценными призами и подарками. На первом этапе были рассмотрены около 20 работ, из которых самые достойные получили путёвку в финал. По словам Решата Рамазанова, кроме ценных призов, победители получат поддержку со стороны управления образования. Если судьи по достоинству оценят представленные проекты, то ребятам будет оказана помощь в составлении бизнес-планов, поиске спонсоров для их реализации. Одна из наиболее важных задач – не только реализация проектов, но и развитие творческого потенциала участников. Мы с моим научным руководителем решили сделать проект. Мы решили, что именно этот проект будет очень интересен и он очень востребованный. К нам пришла заявка от организаторов данного мероприятия. Мы решили испробовать свои силы и отправить туда заявку. Нашу заявку приняли, рассмотрели и приняли. И мне пришло письмо, что я прохожу во второй тур данного мероприятия, этих научных проектов. У меня использование свойств поливинилхлорида для создания благоприятных условий роста для детерминатных сортов томатов. Теперь по обычным языкам? Это тепличный бизнес для выращивания помидоров и огурцов в закрытом грунте в зимний и летний период. Свой проект я планирую устроить в городе Ридер, так как ближайших теплиц они находятся только в Узкомногорске. А в зимний период, бывает, перекрывают трассы и овощи не доходят до нас. Поэтому я хочу решить эту проблему и построить теплицу. Также в рамках слёта с участием творческой молодёжи состоялся концерт. Кроме того, проведено мероприятие «Встреча с успешными людьми края». Мне кажется, надо, наоборот, увеличивать такие мероприятия, встречи с лидерами нашей Восточной Казахстанской области, также республики. Потому что мотивируют действительно такие встречи. Молодёжь интересуется, читает библиографию, автобиографию лидеров. Поэтому они тоже стараются достигать тех же вершин, которые достигли до него эти указанные лидеры. Ну, молодёжь заинтересована, в первую очередь, выбор из специальностей. Как бы им вот связать с судьбой, с какой вот специальностью. Поэтому задавали очень много вопросов по определению своих специальностей, найти свою нищу в жизни. Ну, были получены соответствующие ответы в целом. Были вопросы, как бы, такого личного характера, чем занимается особенное время выступающие сегодня ораторы. В основном были ответы, что хобби является это слушание музыки или чтение книги, заниматься спортом, здорового образа жизни. Студенты в неформальной обстановке побеседовали, задали интересующие их вопросы и узнали много интересного о жизни и профессиональной деятельности успешных людей области. В Восточном Казахстане проходят Дни культуры Астаны. Столичные артисты приехали на четыре дня. О том, чем будут удивлять жителей нашего региона, артисты из Астаны рассказали в пресс-конференции. Столичные артисты приехали в Восточный Казахстан на четыре дня. 17 и 18 июля астанчане подарили культурный праздник жителям семьи. 19 июля усть-каменогорцам представилась возможность увидеть множество красочных представлений. Дни культуры в честь юбилея Астаны продлятся до 20 июля. Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил заместитель управления культуры и спорта Астаны Нарима Мухаммбеталина. Это выезд творческих коллективов Астаны во все регионы Казахстана. На сегодняшний день мы побывали в западе Казахстана, побывали в севере Казахстана, сегодня мы и на востоке. Но наши ингостроенные дуры еще не заканчиваются, предстоят еще наши поездки в дружные области и завершающие точки будут поставлены в сентябре месяце в городе Алматы. Если говорить по поводу мероприятий, которые будут проходить здесь, в городе Казахстана, то необходимо сказать, что сегодня мы начинаем, в данный момент придет, в данный момент устраивается экспозиция нашей художественной выставки, которая здесь организуется из фона дворца независимости города Астаны. И эту экспозицию, эту выставку вы можете увидеть, можно увидеть ее в Музее искусств. На выставке представлены 100 картин, 50 значимых, известных художников Казахстана, Астаны. И среди них, конечно же, это Сема Барис Моголов, это Кубатыров, это Микеев, это Ахтуты Смоголовы, это скульптуры Лепека Татарга, скульптуры Сема Барис Моголовы. 20 июля творческие коллективы столицы подарят гала-концерт «Астанадан Ахтелек», который состоится на сцене зала «Ертыс-концерт». В программе вечера выступления Казахского оркестра Государственной академической филармонии Астаны, ансамблей эстрадного танца, народного танца «Шелкама», солистов классического эстрадного народного вокала. Вместе с ним праздничную атмосферу на сцене будут создавать звезды отечественной эстрады. Свои хиты исполнят Клара Тулинбаева, Кулеим Кайрибаева, Адам, Аскар Жайлоубаев, Трио «Ди Артстайл», Бауржан Исаев, Ренат Мальцагов и Алмаз Кишкинбаев. А на арене ледового катка поклонники хоккея смогут поболеть за команды «Астана-2009» и «Торпеда-2009». В рамках празднования Дня столицы и Дней культуры Астаны в Восточном Казахстане в областном музее искусств состоялась уникальная выставка работ столичных художников. На мероприятии побывала и съемочная группа телеканала «Тамике». В честь празднования юбилея столицы в Восточно-Казахстанском областном музее искусств открылась выставка «Акт Лекпен Астана». В рамках проекта жители региона окунулись в настоящий праздник красоты, искусства и вдохновения. Дорогие жители города Лекпен-Астана, я уже не буду повторяться, что мы приехали по заданию нашего президента Султана Мишевича. Возникла такая идея в рамках 20-летия провести Дни культуры Астаны региона, чтобы наши регионы тоже видели картины, артистов, наше искусство. Чтобы мы, чтобы был такой обмен опытом, скажем так, спасибо вам за прием, спасибо директору вашего музея за теплый прием. Хочется, чтобы вы вдохновились, если хотя бы одна картина вызовет у вас какие-то хорошие воспоминания, или вы вообще потеряетесь во времени, нам вот это будет приятно. В общем, желаю вам хорошего просмотра, всех с праздником. В течение двух дней гости и жители региона смогут увидеть уникальную экспозицию. Здесь собрано 100 работ 50 самых ярких, разножанровых отечественных художников, среди которых Смогулов, Бикеев, Кульбатыров, Алабергенов, Коржасов и другие. На выставке также представлены картины Жанны Спунер – скульптуры астанинских мастеров. Руководитель рабочей экспертной группы по духовному согласию при Общественном совете Восточно-Казахстанской области Геннадий Пусеп отметил, что знаком со многими художниками и разделяет их высокие чувства патриотизма, любви к родине, веры в светлое будущее. Потому что такой большой потенциал, если говорить о Восточном Казахстане, это безусловно. Писатели, поэты на любом языке писали, казахские, русские в том числе, в первую очередь. Художники, они сегодня здесь. Музыканты, исполнители, композиторы. А сколько людей вышли из нашей области. Пальцев у нас с вами не хватит перечитать известные имена. И когда мы в Астане встречались в процессе программы в Боровом, в самой столице, в Кокчетаве, с учеными, общественными деятелями Казахстана, с разных областей, я, проживший в Казахстане всю свою жизнь, в Восточном Казахстане, конечно, в первую очередь, понял, что у нас другого пути нет. Он уже ясный, он уже не просто предсказанный, а он определен подсвечающими поколениями. И наработан очень много. Просто много до народа не доходило. А сейчас чем мне, Рухани Жангыру, по сердцу, тем, что мы не забываем прошлое. Если вдруг я чувствую, что вот это мы сделали, нет, вот без того, что было до нас, мы бы ничего не сделали. На каждой из картин изображена любимая художниками природа. Большую часть экспозиции заняли картины с национальным колоритом. Все работы невозможно спутать с какими-либо другими. Каждая индивидуально. У жителей региона в течение двух дней есть возможность увидеть воочию произведения искусства. Это были все новости на сегодня. Впереди вас ждет прогноз погоды. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Редактор субтитров А.Семкин